всем привет дорогие друзья и добро пожаловать на канал коротко они коротком с вами как всегда кин и сегодня мы поговорим о финалах бумажного дома насколько хорошо они вышли и стоит ли нам ждать продолжение но перед этим разберемся почему вообще профессор грабил банки да потому что он получает от этого удовольствие ему это нравится ты ведь просто обожаешь маскарад ну а нам нравится смотреть кино и сериалы и с этим может помочь кинопоиск собравший в себе тысячи различных кино и сериалов на любой вкус но если вы пришли такие с учебы или с работы и еще не знаете чего бы такого глянуть на помощь придут грамотно собранные подборочки но это еще не все также вас будут ждать 60 миллионов треков коллекции подкастов и умные плейлисты в яндекс музыке кэшбэк баллами до 10 процентов на поездки в классах комфорт комфорт плюс и ультима в яндекс go также кэшбэк баллами до 10 процентов на покупку билетов в яндекс афиша ну и конечно же кэшбэк баллами до 5 процентов на покупку товаров со специальной отметкой в яндекс маркете и все вот это вы получите на 60 дней бесплатного доступа перейдя по моей ссылке и введя мой код который вы найдете в описании на носу новый год сделайте себе подарок а заодно и канал поддержите но теперь к финалам и хоть это и очевидно но все же предупрежу о том что если вы не дошли до финала второго сезона то выключайте видео и я серьезно будут спойлеры мы же вообще-то финалах собираемся поговорить как тут без спойлеров это сокровище сокровища надо мой сын мог бы налепить таких же ему всего лишь два года насчет первого финала наступившего в конце второго сезона думаю никто спорить не будет он прекрасен он прекрасен во всех своих проявлениях и со стороны динамики сюжета и со стороны персонажей и в плане эмоционального окраса короче говоря у меня нет претензий ни к первым сезоном не к первому финалу да я не раз натыкался на комментарии где в минус всего сериала в целом приводят нереалистичность мол и патроны бесконечные стреляют с двух рук не целясь и да с этим я соглашусь эта условность жанра присуща многим боевикам и во многих других фильмах герои тоже забывали что патроны могут заканчиваться и стреляли без перерыва также я слышал что к минусам приписывают излишнюю болтовню и излишнюю драматичность болтовни но вот тут не знаю как по мне в первой половине сериала все взаимодействия между персонажами были к месту и подводили к сериал к его логическому финалу который и вышел благодаря четкости выверенной работы без воды таким шикарным ну и конечно же многие знают что в принципе после второго сезона и первого финала сериал вполне можно было закрыть но сами понимаете нетфликс не отпустит корову пока то не сдохнет и эти слова еще подтвердятся чуть дальше ну а сейчас мы перейдем к второй половине сериала и все еще хорошему но уже не столь шикарному финалу и причин на такой финал несколько во первых это очевидные уловки на которые шел сериал чтобы вызвать больше драматизма к примеру если во втором сезоне в самом конце мы грызли ногти и гадали кто же из ребят выберется под градом пуль то в конце пятого уже на моменте начала переговоров тамая с профессором стало ясно что никто из ребят не умрет и не сядет и когда-то моя начал обратный отсчет послышались выстрелы стали вывозить тела думаю только самый отстраненный человек не понял что здесь происходит и что нас ждет дальше позитивное мышление это крах нашей цивилизации я даже тебя могу отметили потому что я оптимист и как раз вот эта предсказуемость подпортила финал не меньше чем лишние сюжетные линии ладно я уж молчу про манилу и денвера это был хотя бы небольшой сюжетный виток из которого получилось небольшое ничего и рассказываю тебе потому что это ничего не значит в отличие от татьяны и сына берлина имя которого я уверен никто не запомнил настолько он был важен как и вся их сюжетная линия которую пихали чуть ли не в каждую серию развивая их все больше и больше что привело к чему к тому что они украли золото которая чуть ли не тут же вернулась и все помирились и все снова друзьяшки не знаю для кого как а для меня это было действительно разочаровывающе такое же разочарование я последний раз испытывал от ральфа стояка ванда вижен ты ральф стоак стояк блин да убери сюжетку татьяны и отпрыска берлина и финальный сезон можно было сократить до 8 более динамичных серий но какие-то моменты типа кражи золота или идеи его подмены можно было бы обыграть как-нибудь иначе не тратя львиную долю времени на постройку ракетницы со взрывом петарды что будем делать сосчитаем один два три и откроем огонь и вот именно из-за таких моментов как предсказуемость вычурная драма и сюжетные пустышки финал лишился части своей грандиозности но знаете что я вот накидал сейчас минусов но даже несмотря на них как по мне финал истории вышел то хороший но по сравнению с тем же люцифером и бесстыжиме так и вообще великолепным тут я хотя бы финальную сцену смотрел с замиранием сердца и с улыбкой на лице они чувствуя плагиат и задаваясь вопросами но свободная жизнь и с целой горой золота но действительно ли этот финал окончательный и прям бесповоротный и мы больше не увидим бумажный дом помните я говорил про корову так вот бумажный дом мы еще увидим но не в формате 6 сезона а формате приквела похождениях берлина на самом деле это и неудивительно нетфликс еще с первых сезонов почуял любой фан базы именно к берлину именно поэтому его вернули в третьем сезоне где по сути его персонаж уже мертв и именно поэтому если про кого-то и делать приквел рассчитывая на просмотры то только про берлина и я же никогда особым фанатом персонажа не являлся и если и буду смотреть приквел хотя кого я обманываю конечно буду то буду из-за профессора который скорее всего я очень надеюсь там появится где люди одеваются со вкусом не с твоим ты похож на камевая жора и на этом моменте вы возможно подумали что как бы и все но но не успел испанский бумажный дом завершится как на его свежей могиле нетфликс заявил что снимет южнокорейский ремейк и вот его актерский состав юджин т в роли профессора пакхэсу берлин лишь он у рио чан джунсо токио ли вон джон москва ким джиху дэнвер чан юнджу найроби ким джиху только уже другой хельсинки и ли кюхо в роли осло вот как то так я до конца не понимаю зачем делать ремейк хотя ладно понимаю но блин зачем делать так скоро нетфликс думают что через условные лет пять люди забудут про испанскую версию и хайпа не получится словить да я больше чем уверен что через те же условные лет пять люди услышав про ремейк наоборот захотят глянуть его еще больше хотя если так подумать если выпустить ремейк сейчас то сто процентов хотя бы первый его сезон словит бешеные просмотры которые возможно даже смогут переплюнуть кальмарские но словит он эти просмотры конечно же от фан-базы оригинального шоу решивший глянуть чё же они там натворили как по мне лучше было делать не просто ремейк переписывающий все в южнокорейский сеттинг а еще один спин-офф и если первый спин-офф рассказал бы о прошлом берлина то вот второй поведал бы о группе южнокорейских бандитов вдохновленных испанской бандой и решивших тоже пойти против системы при таком раскладе тут вам и расширение лора и даже возможная коллаборация банд когда-нибудь в будущем согласитесь это было бы куда интересней но имеем что имеем и ладно пока загадывать не буду а то последнее время корейцы удивляют и может даже получится что-то годное тем более если так подумать то бумажный дом не особо чтобы масштабный в плане производства сериал всего-то нужно пара улиц канализации одно здание несколько домов все как вы считаете получится из этого что-то годное напишите в комментариях мне интересно потом как выйдет ремейк будем перечитывать ваши комментарии ну а на этом у нас все и как сказала однажды токио профессор позвал дали и дали откликнулись но вы откликнитесь вашими лайками и подписками если это видео вам понравилось а я напомню что в описании вас ждет ссылка и код доступа к кинопоиску на 60 дней бесплатного просмотра также в описании вас будут ждать ссылки по которым вы при желании можете поддержать канал также я ставлю основную информацию о сериале и ссылки на мой инстаграм и группу вк в которой мы периодически выкладываем различные новости кино и сериалов но я же как обычно пожелаю вам только интересных сюжетов и у на мать и на миссу на льза то оба на чау-бана чау-бана чау-чау-чау-чау я рожден вором я сын вора а еще и брат вора а